Илон Маск потратил 75 миллионов долларов за три месяца на поддержку Трампа. Об этом сообщает бизнес-инсайдер. И по словам самому Маска, ранее он голосовал за демократическую партию. Почему Маск изменил свои взгляды и теперь агитирует за Трампа? Возможно, это жадность, возможно, это желание править миром, потому что Илон Маск не в состоянии быть американским президентом легально, потому что он родился в Южной Африке, он натурализированный гражданин Соединенных Штатов, поэтому, как Арнольд Шварценеггер и Юрий Рашкин, Илон Маск не может быть президентом Соединенных Штатов, потому что мы натурализированные граждане. Но это не останавливает его от идеи того, что Акадзе может достаточно дешево купить своего кандидата в президенты. Это то, что многие богатые люди выяснили, когда выяснилось, что политики дешевле, чем они, кажется, подозревали. И Илон Маск показывает себя во всей своей красе. И, опять же, это поведение, он подчеркивает, насколько избиратель Трампа сегодня это белый мужчина, который потерял связь с реальностью, который считает, что если он так думает, значит, так оно и есть. У Илона Маска, конечно, есть желание на уровне кошелька, у него есть уровни, у него есть, если он, если Трамп избирается президентом, то он уже, в принципе, нам обещал, что он сделает Илона Маска главным, как бы, ну, своим главным помощником по поводу вообще всех вопросов, как он в прошлом сделал своего Кушнера, мужа своей дочери, советником по всем вопросам, которые вы знали и не знали. Теперь он решил Илона Маска сделать таким советником по всем вопросам, которые вы знали и не знали. И это возможность для Илона Маска таким образом пробраться к власти. Сказать, что у Илона Маска будут гигантские проблемы, как он сам сказал, что если избирают Камела Харрис, то Илон будет просто F, то есть у него такие проблемы будут. Это выглядит очень странно, это то, что делает Трамп. Потому что Илон Маск, даже Илон был в Белом доме за последний год, наверное, не раз, потому что это человек, который, его компания близко работает с американским государством. Он запускает этот SpaceX, его ракеты продолжают выполнять невероятно важную функцию, Starlink продолжает играть важную роль. Поэтому никто, это нужно быть полным Трампом, чтобы решить избавиться от Илона Маска, потому что неважно, что происходит, он нелоялен. Так думают республиканцы. А демократы смотрят на, я не знаю, ценности, важности, разные параметры. Но опять же, если Илон Маск будет нарушать закон, а на данный момент он вроде бы призывает к нарушению закона, поскольку он, кажется, предлагает заплатить людям за голосование, за регистрацию людей, за Трампа. Тут есть вопросы по поводу того, насколько то, что он сейчас делает легально и нелегально. Но если изберут Дональда Трампа, то я уверен, у Илона Маска за это проблемы не будут. Потому что потом они все равно разругаются, все равно у них будут проблемы, и выяснится, что Трампа обманули. Единственный у него надежный друг – это Владимир Путин. Но на данный момент Илон Маск радуется жизни, прыгает вокруг Трампа. Интересно, что мы любим вспоминать сказку про голого короля. Илон Маск оголил свое, значит, пузико, прыгая вокруг и танцуя вокруг Трампа. Интересно, насколько его статус как-то после этого еще упал. Видимо, вот такая оголенность серьезных людей. Я, как преподаватель ораторского искусства, думаю, наверное, голый король – это не самый выигрышный вариант. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова